Музыка Первое послание апостола Петра, 1 глава, 3 стих Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых К упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Аминь. Мне очень приятно быть в таком большом представительном собрании Детей Божьих города Одессы. Я хочу приветствовать вас дорогими моему сердцу словами «Христос воскрес!» Пожалуйста, присаживайтесь. Брат передо мной говорил о том, что нужно помышлять о горнем. И кто-то сказал, что мысли – это крылья души. И эти крылья, они могут очень далеко человека унести. И вот когда мы помышляем о горнем, тогда действительно мы движемся в правильном направлении. А в книге «Притчи» написано о том, что каковы мысли внутри Его, таков и Он Сам. И еще говорят так, что то, что мы думаем сегодня, завтра мы это исполняем. Мне очень хотелось бы, чтобы сегодня действительно наши мысли были направлены к горнему. Были направлены к нашему драгоценному, воскресшему Спасителю Иисусу Христу. Текст, который мы только что прочитали, говорит о том, что Он своим воскресением возродил нас к упованию живому. Мне хотелось бы сегодня на вот это выражение «упование живое» обратить особое наше внимание. «Упование живое». У нас вчера было общение, и молодежь мне задает такой вопрос. Скажите, пожалуйста, для чего Христу нужно было являться после своего воскресения, являться своим ученикам? Ведь Он мог просто вознестись на небо, и все. Да, мог. И духовный мир, он совершенно не связан с материальным, то есть он независим, он связан, но он независим от материального мира. И когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, о том, что ангел отвалил камень от гроба, друзья мои, для Христа не надо было это делать. Его не держал камень. Его не держали эти стены этой гробницы. Его вообще ничто не держало, потому что действовала сила воскресения. И никакое материальное, ничто не может эту силу как-то связать, как-то преодолеть, как-то ее перенаправить. Ничто, друзья мои. Поэтому камень был отвален для нас с вами, друзья мои. Камень был отвален для учеников. Камень был отвален для женщин, которые туда пошли, для того, чтобы они увидели пустую гробницу. Мне сегодня думается, что вот это влияние материального на духовное, оно допускается в нашей жизни, потому что мы иначе не можем. Мы должны посмотреть пелены, которые уже там остались после воскресения. Мы должны посмотреть камень отваленный. Мы должны услышать голос нашего Господа Иисуса Христа, как это услышала Мария. Мы должны иметь тесное, близкое с ним отношение, так как это отношение имел Петр после его воскресения, так как имели 12 учеников, так как имел апостол Павел, так как имели женщины, так как имели последователи, которые шли за ним после учеников. Друзья мои, живое упование, оно нуждается в очень тесном и близком общении с драгоценным Спасителем. Без этого мы не можем иметь живого упования. Живое упование – это тогда, когда Господь говорит, так как Он сказал Фоме, руку свою дай мне. То есть Он указывает на самое сокровенное, на самое больное, на самое тормозящее, что у нас есть в этой жизни, выявляет Его, проявляет и убирает. И освобождает, и дает возможность этому живому упованию проявиться. После этого Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Он Петру говорит, любишь ли ты меня? Друзья мои, для чего нужны были эти встречи? Для чего Христос являлся? Для того, чтобы изменить наше мышление, для того, чтобы перестроить нас, для того, чтобы настроить нас на горнее помышление наше, на духовное, для того, чтобы изменить направление нашего движения, так как Он это сделал двум ученикам, когда явился, они шли по дороге в Эмаус. Воскресший Христос является сегодня всем тем, кто желает живого упования. Следующая мысль, которую я хотел бы сказать в этом отношении, что, друзья мои, живое упование, оно предполагает наследство. Потому что, если нет живого упования, нет наследства. Тогда, когда мы с вами наблюдаем в нашей материальной жизни, когда мы наблюдаем, как живут люди, и особенно мы обращаем внимание на тех людей, которые прожили жизнь, вот так, знаете, прожигали жизнь и пришли к концу жизни, и ничего нет. Ничего нет. Вот так в духовном мире бывают такие христиане, которые прожили жизнь и никакого наследства. Почему? Потому что не было жизни в их уповании. Потому что возродивший нас к упованию живому, это не какое-то абстрактное понятие, что мы с вами, ну, просто так, знаете, вдохновлены, просто так сидим, мечтаем, там, думаем о наследстве, думаем о том, что мы дети Божьи. Нет, друзья мои, живое упование – это наша повседневная жизнь. Живое упование – это наши действия, это наши дела, это наши поступки, это наши слова, это, в конце концов, образ жизни нашей, который соответствует небесным законам. Который подчинен законам Царства Божьего. Это наши помыслы, которые говорят о том, что мы думаем о вечности, о горнем, о нашем Господе и Спасителе. Это то стремление что-то сделать доброе и хорошее другому. Я всегда говорю о том, что мы призваны к тому, чтобы служить людям, к тому, чтобы быть полезными другим людям, чтобы быть полезными церкви, нужными церкви. И вот когда человек имеет это живое упование, он себя находит в церкви. Он не говорит, а я не знаю, какой у меня дар. Друзья мои, если человек имеет живое упование, он никогда так не скажет, потому что воскресший Спаситель в его сердце производит это желание сделать доброе. И он находит себя и делает. Я хотел бы сегодня, чтобы вот эти размышления остались у нас в день этого прекрасного праздника, светлого Христового воскресения, потому что Христос воскрес. И силою, которую Отец Небесный воскресил Его, сегодня Он действует в нас с вами. Эта сила, она в действии. И тот человек, который открывает свою душу, свое сердце для действия этой силы, она проявляется в нем. Она действует и действует могущественно Его божественной рукой, Его божественной волей. Поэтому давайте будем сегодня предоставлены Ему, нашему драгоценному Господу, воскресшему Спасителю, Который возродил нас, чтобы Он, это живое упование наше, чтобы Он Его укреплял, поддерживал. Потому что те ученики, те люди, которые шли за Господом и которые потом разбежались, они так нуждались в тесном, близком общении с Господом. Дай Господь, чтобы мы это общение имели сегодня. Аминь.